Добрый день, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас в эфире программа «Влияние». Добро пожаловать на «Импакт». Мы рады, что вы сегодня с нами. И для меня особая честь вести сегодняшний эфир. Меня зовут Дмитрий Шатров. Я пастор церкви «Миссия Благая Весть» Санкт-Петербург, Россия. И еще и еще раз благодарен руководству канала «Импакт ТВ», что пригласили меня. Я могу сегодня провести этот эфир для вас, дорогие друзья. И особая честь то, что я сегодня здесь Дмитрий Шатров не один. Есть еще один Дмитрий Шатров. Это мой сын Дмитрий Захарий Шатров. Дмитрий Захарий Шатров, привет! Рад тебя видеть сегодня. Давно не виделись, да? Давно не виделись. Большая честь быть здесь. Очень рад, что могу позволить себе, точнее, папа мог позволить позвать себя, чтобы я смог здесь находиться с вами сегодня. Спасибо. Честь. Для меня это также большая честь. Сынок, я рад, что мы вместе, что мы делаем одно большое дело. И сегодня я бы хотел поговорить с сыном о тех вопросах, которые интересуют молодежь. Слово Божие говорит, что нет больше радости. Апостол Иоанн пишет. Нет больше радости для родителей видеть, что дети ходят в истине. Я знаю, что нет, наверное, большей печали для родителей, когда видишь, что что-то случается с детьми. Мы бы сами готовы были отдать свою жизнь. Я бы сам лучше болел, чем болеют мои дети. Я бы сам хотел страдать, только чтобы мои дети не страдали. Но мы не можем этого сделать за детей. Мы можем только их учить, чему-то наставлять. И поэтому то, что мы вкладываем в них, то, что мы сеем, то потом получаем на выходе. И вот как правильно сеять в эту почву детских сознаний, детских сердец правильные вещи? Мы знаем, что у нас правильные мотивы, у нас правильные намерения. Но почему же бывает так, что мы, имея правильные намерения, правильные мотивы, потом получаем на выходе не тот результат, который хотели бы? И повторяю, Сиан говорит, что нет больше радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине. И нет больше печали, когда люди видят, как страдают или принимают неправильные решения, соответственно, неправильные, нежелаемые последствия приходят в жизни наших детей. Ну и мы знаем, что последний пророк Ветхого Завета перед приходом Христа говорил такие слова, что вот этот вот придет пророк, который вернет сердца отцов детям. Восстановление отношений между поколениями. Насколько это сегодня актуально? Конечно же, проблема отцов и детей была всегда. Но, стоп, ну неужели христиане не могут отличаться от этого мира? Отцы и дети. Отцы и дети это то, что всегда волновало всех. Разные поколения. И когда мы были маленькими, и нам казалось, маленькими подростками особенно, меня не понимают родители. Я такой весь из себя вот непонятый, непринятый, чувствую себя даже отверженным. Мне так плохо. Я так, вот я помню свои переживания, свои сердечные страдания. Почему я не понимаю родителей? Когда я стал отцом сам, наверное, эти же самые переживания у моих детей. Почему они меня не понимают? Но я, так скажем, старался чему-то научиться в своих тех детских терзаниях. И сейчас стараюсь, стараюсь понимать своих детей. Они уже также выросли, уже некоторые в служении. Не некоторые, почти все в служении. И поэтому я благодарен Богу, что чем-то могу сегодня поделиться и с высоты своего некоторого опыта. У меня, слава Богу, четыре сына, уже на данный момент семь внуков, или внук один, и еще шесть внучек. Но даю слава Богу, что семья растет, и что семья имеет единство, согласие, радость. Мы все вместе, мы любим друг друга. И для нас это, конечно, радость жизни. Радость жизни, что все дети верующие, слава Богу. Поэтому чем мы можем сегодня поделиться, каким-то своим опытом. И поэтому просил Захаре присоединиться ко мне в этой программе и позадавать мне некоторые вопросы. Но опять же, как наши дети всегда самые, так скажем, умнее, чем мы, они быстро схватывают. И тут же, когда я сказал ему, что... Да, я как представитель этой молодежи, которая не понимает, которая унижает, которая не в допонимает все эти проблемы, я быстро залил в Инстаграм опрос. Говорю, ребята, пишите мне в директ вопросы, которые я могу задать высшему поколению, которые наверняка это будут слушать. И поэтому я это залил. И все в Инстаграме мне начали спрашивать вопросы, которые достаточно были интересные, которые были очень актуальны, которые, может быть, напрямую они, к сожалению, не могут спросить у родителей или родители их не слышат. И поэтому мы решили сделать так, что я буду как проводником, как голосом молодежи в этом плане, что я смогу спросить у папы. И папа сможет дать свои ответы на эти вопросы. И также, может быть, мое мнение тоже выскажу на какие-то вопросы, которые есть у нас. Слава богу, что ребята отреагировали быстро, поскольку как мы узнали, что мы будем сниматься, мы сразу спросили и получили уже много ответов, вопросов. Вопросов. Ответы мы дадим. Поэтому слава богу. Ну вот так они быстро соображают. Я думал, что Зак задаст какие-то вопросы сам, а он тут же работает сам не очень любит. И тут же нашел тех, кто ему эти вопросы быстренько накидали. Ну, это шутка, потому что молодежь сразу быстро отреагировала и написали то, что их волнует. Итак, погнали. Вопросы очень крутые. Поехали, полетели, взлетели, улетели. Какой секрет в правильном воспитании детей? В общем, чтобы дети любили и почитали от всего сердца Бога и родителей. Как развить это? Я говорю сразу, что эти вопросы я еще не слышал. Буквально по дороге в студию получили все эти вопросы, и я не успел их даже прочитать, поэтому на ходу. Итак, каков секрет? Правильного воспитания, самого правильного воспитания детей, чтобы они любили всем сердцем Бога и родителей. Почитали их. На мой взгляд, что самое главное, как мы воспитываем детей, это не какими-то правильными словами, а то, что мы делаем. И мы можем с вами ошибаться, родители, мы можем ошибаться. Мы можем не знать всего, это нормально, мы допускаем ошибки. Но очень важно, чтобы дети видели, что родители настоящие. Если родители в церкви одни, а дома другие, на работе третий, это, на мой взгляд, самое... Мы, как родители, представляем им Бога. Если мы говорим о Боге, пытаемся говорить детям, что верьте в Иисуса Христа, верьте в Бога, то есть, что будет вечная жизнь, Господь с нас может что-то спросить. И при этом сами ведем себя так, как будто Бога не боимся, как будто Бог нас не видит, то дети считывают это больше, чем мы себе предполагаем. Поэтому самое, на мой взгляд, правильное и главное, это быть одинаковыми, быть настоящими. Не бояться признавать ошибок. То есть быть настоящим и в церкви, и дома, и на работе. Если допустил ошибку по отношению детей, как это так? Я же, я отец, я глава семьи, разве я могу просить прощения у своих отпрысков? Разве могу признать перед ними, что глава семьи был неправ? Это очень важно сказать. Сын, знаешь, папа тоже ошибается, я был неправ. И это, на мой взгляд, авторитет мой не опускает в глазах. Да, потому что как мы, мы на самом деле, можно много говорить нам, можно долбить в нас, но если мы не видим этого в жизни наших родителей, которых мы уважаем и которых мы почитаем, если вы нам говорите, допустим, как пример, вредная привычка не курить, это плохо, хотя если родители сами у них курят, то я не верю, что я убежден глубоко в том, что дети не будут слушаться их, потому что это не имеет для них какой-то смысла, значения в смысле. Вы говорите, мне не курить, это вредно, хотя сами курите, в чем, ну, как бы, где этот... Поэтому если вы хотите, чтобы дети, допустим, любили Бога, знаете, что вам надо делать? Любить Бога. Если вы хотите, чтобы ваши дети молились, вы это делаете, показывайте им пример, и когда они видят это в реальной жизни, то они это тоже делают, они хотят быть похожими на вас. Очень важный совет детям, если вдруг они нас сейчас слышат, не осуждайте родителей. Если, например, родители делают что-то не так, и вы осуждаете их за это, это значит, что вы будете делать это же самое, только гораздо хуже. Что касается, Зак сказал по отношению родителей, хотите, чтобы дети любили Бога, любите Бога сами. Вы знаете, что... Или хотите, чтобы дети молились, молитесь Богу сами. Вы знаете, что наше представление о любви к Богу может быть неправильным? Это как так? Ну, так, что я хочу, чтобы мои дети любили Бога. Так. А что для меня значит любить Бога? Ну, значит, чтобы они не пили, не курили, чтобы они ходили в церковь, чтобы они, значит, там... Я был всю жизнь бедный и нищий, чтобы ты тоже любил Бога, и всю жизнь был бедный и нищий, потому что ты показываешь Богу, что ты вот даже в нищете готов страдать на земле ради вечности и быть вот... Я просто хочу сказать, что это не любовь к Богу. Любовь к Богу, это прежде всего наше приятие Его любви. Если наша любовь к Богу не рождена Его любовью, а рождена страхом, ну, представляете, я попаду в ад, лучше я буду любить Бога, чтобы в ад не попасть, то причиной для моей любви к Богу является страх. А страх может пройдить только страх, потому что от яблочки рождается яблонька, а от любви рождается любовь. Чтобы я по-настоящему любил Бога, мне нужно прежде всего самому поверить, раствориться в любви Божьей, поверить в то, что Он меня любит. И тогда я буду транслировать эту любовь и в своих детей, и вокруг меня буду эту любовь распространять. Поэтому любовь к Богу это не просто ходить в церковь, не пить, не курить. Да, Писание говорит, кто любит меня, исполните мои заповеди. Но исполнение заповедей это не любовь к Богу, это показывает, люблю ли я Бога. Слышите меня? Это разные вещи. Исполнение заповедей это не любовь к Богу, это показатель, люблю ли я Бога. Потому что я могу исполнять заповеди, не любя Бога, а из-за страха. Это разные вещи. Но если я люблю Бога, потому что я принял Его любовь, и я исполняю заповеди из любви, как бы вы хотели, чтобы ваши дети вас слушались? Из-за страха, что отец ремня даст? Или из-за того, что я не хочу папу огорчить? Я так люблю моего отца, что не хочу его огорчить. Есть разница? На мой взгляд, есть. Поэтому я бы всем родителям порекомендовал принимать Божью любовь, поверить в Божью любовь. И тогда наша любовь в ответ будет настоящей. Сто процентов, согласен. Классно, сказал он, молодец. А ты сейчас говорил по поводу любви к Богу. А что насчет себя? Насколько нужно и надо ли вообще любить себя, именно себя как человека? Это еще один вопрос? Это да, это следующий вопрос. Ну, закончить предыдущий вопрос, я бы сказал так, чтобы закончить ту тему, что самый главный секрет в воспитании, на мой взгляд, это быть настоящими. Быть настоящими. Не лукавыми. Даже если ты ошибся, не постесняйся попросить. Признаться этого. Признайся перед детьми. И чтобы они любили Бога, просто ты тоже люби Бога. Но любовь к Богу это лишь наше исполнение заповедей, это лишь следствие любви. Поэтому очень важно, чтобы наша любовь к Богу была рождена не страхом наказания, потому что страх наказания ради только страха. А наша любовь была рождена именно любовью к Богу, что Он нас любит, Он нас простил, Он нас принял. И мы вот это вот переживаем, и это как луна отражает солнечный свет, она сама не может светить. Так и мы сами по себе не можем любить. Мы можем только отражать Божью любовь, приняв ее сначала. Поэтому да поможет нам этом Господь. И следующий вопрос, это как Насколько нужно любить именно себя? Мы сейчас говорили про любовь к Богу, как это важно и так далее. Что насчет себя? Нужно ли любить себя и насколько? Вопрос здесь заключается прежде всего в том, что опять-таки люди понимают под любовью к себе. Под этим понятием. Что это такое понятие любить себя? то есть кто такой я? Если человек понимает, что я это его тело, и значит любить тело, чтобы оно подольше поспало, чтобы оно повкуснее поело, чтобы оно получило все материальные удовольствия, чтобы оно было круче, чем все остальные, потому что я же круче, чем все остальные, да, чтобы вот это вот, но это не любовь к себе, потому что я это прежде всего мой бессмертный дух, это жизнь духа в теле, это есть душа, вот я это целостность, дух, душа и тело, дух живет в теле, ну например, человек сел в такси, проехал и вышел, такси поехало дальше, вот так вот тело наше, оно пойдет на написанное с праха ты взят, в прах ты и возвратишься, а вот настоящий я пошел в тело и я из него выйду, вот пока человек живет в теле, я, которого нужно любить, это не туловище прежде всего, это прежде всего моя бессмертная личность, и если ты любишь свое тело, то ты его кормишь, ты его питаешь, больше вопрос не про тело, а про себя внутри, вот я говорю, начинается вопрос, надо ли любить себя, надо любить себя, Иисус сказал, что возлюби ближнего, как самого себя, то есть ты не сможешь любить ближнего, не полюбив себя, Но любить себя, это не значит любить свое тело, прежде всего. Потому что ты, прежде всего, это не тело. Ты живешь в красивом теле. Но если ты питаешь свое тело, то также надо питать свой дух. Надо питать его присутствием Божьим. Рыба была создана, чтобы жить в воде. И ее естественная среда обитания, это вода. Мы были созданы как вечные существа, для того, чтобы жить в общении с Богом. И любить себя, это прежде всего, чтобы у тебя было время для общения с Богом. Потому что ты, это бессмертный дух. А дух питается Словом Божиим, присутствием Божиим. Поэтому прежде всего, любить себя, это питать свой дух. Потом питать свою душу. То есть развивать душа, это твоя эрудиция, твое мышление, твои чувства. Это уже вторично. И только третье. Составляющая твоего я, это твое тело. А мы часто подмениваем понятие сначала тело, потом душу, и потом только дух. А настоящее я, это прежде всего дух, потом душа и тело. То есть любить себя надо, но что такое я? А на сколько нужно любить себя? Для бесконечности. Для бесконечности. То есть Бог — это бесконечность. И поэтому, если мы говорим, что я — это прежде всего мой бессмертный дух, то питать себя Богом, это можно бесконечно. Но когда я себя питаю Богом, Словом Божиим, молитвой, находясь в присутствии Божием, питаю свою душу, развивая свое мышление, можно до бесконечности мышление развивать. Кто знает, как устроен наш мозг, рекомендую вам почитать Карл Лифф, потрясающий христианский доктор и исследователь, который занимается исследованием мозга, что наш мозг может развиваться бесконечно. Память, это причем не связано с возрастом. Наш мозг может развиваться бесконечно. А это наша душа, также и тело. Поэтому любить себя нужно, любить себя нужно очень, до бесконечности, но я, это прежде всего дух, потом душа и тело. Все, понял, супер, спасибо. У нас еще большая достаточно аудитория, которая мне написала вопросы, это не христиане, это просто молодежь, которая также имеет такие же проблемы, родители не слышат, родители не дают развиваться и так далее. Вот здесь парочка вопросов, тоже парень написал. Из чего черпать вдохновение, если в тебя никто не верит, и родители давят своими установками? Иди сюда, делай то, тут нельзя, тебе лучше, наверное, найти, быть доктором, чем игроком баскетбола. Нет, ну если ты говоришь, что это вопрос человека неверующего, из чего черпать вдохновение, ну мне трудно ответить, потому что я знаю, что все источники вдохновения для неверующих, они очень ограничены. для меня, для человека верующего, неограниченным источником, безграничным, неиссякаемым, является Бог, является Библия, является его присутствие. Бог, который весь мир создал, он неиссякаем, он неограниченный, поэтому мне трудно говорить про неверующего человека, потому что, к великому сожалению, все подсаживаются на обман и думают, что источником вдохновения являются деньги. Вот есть мотивация, хочу достичь такого-то финансового успеха. И это для них является источником вдохновения, есть мотивация. О, хочу стать богатым. Но когда они достигают до определенного уровня, понимают, о, я не получил удовольствие, наверное, у меня были маленькие цели, нужно поставить еще более высокие. Не миллион? Не миллион, а два. Три, десять, миллиард. И эта гонка, это мираж, это гонка за тем, что никогда не осуществится. То есть заработаешь, но ты не получишь этого удовлетворения. Верят в обман, правильно? Верят в обман. Думают, что это что-то им даст, внутри вот эту пустоту что-то закроет. Конечно, конечно. Поэтому мотивация, обновление может быть по-настоящему, настоящая мотивация, которая принесет удовлетворение при исполнении, при достижении, это без бога невозможно. А, ну вот. И если в тебя никто не верит, и родители давят своими установками вот это продолжение вопроса? Если в тебя никто не верит. Видите, дело в том, что мне трудно говорить к человеку неверующему, к сожалению, наверное, я в этом смысле ограничен своим личным опытом, потому что я верю в Бога. И когда в меня не верили близкие люди, я знаю, что тот, кто дал мне жизнь, он в меня верит. У меня были интересные истории, когда, например, учащиеся в институте, мои преподаватели на военной кафедре, они то ли из-за зависти ко мне, то ли какие-то другие там у них были мотивы, они меня хотели, ну, загасить своими установками, своими, своим неправильным отношением. Но у меня был в друзьях начальник военной кафедры. Я не знаю, почему, но он меня полюбил при поступлении еще в институте. До начала поступления на военную кафедру он меня уже, там, если мы в одном месте пересеклись, он меня почему-то очень сильно, бог его сердце ко мне расположил. И мне было абсолютно все равно, что какие-то преподаватели, там, майоры, подполковники в меня не верят, пытаются меня загасить. Мне было абсолютно все равно. Там такой у нас был майор Шатравка. Мне было так до лампочки, что майор Шатравка не любит шатровку, потому что полковник Гайдук был за меня. Понимаете? И вот на протяжении трех лет обучения на военной кафедре я был просто король. Не потому, что они меня любили или не любили, а потому, что полковник, начальник военной кафедры меня любил. Вот тот, кто знает, что в него верит бог, бог, который дал тебе жизнь, бог, который тебя создал, он в тебя верит. Он вложил в тебя потенциал, он дал тебе способности, он дал тебе дары. Значит, если бог совершенный творец, и он дал то, что он счел нужным тебе дать в этом теле с такой внешностью, такого именно пола, в такое именно время родиться, значит, сам бог в тебя верит. Тебе нужно discover, тебе нужно раскрывать, выявить, что в тебе есть, и начать это все раскрывать, и развивать это, и ты будешь абсолютно вне конкуренции, потому что бог в тебя верит. Поверь в то, что бог в тебя верит. То есть, если вокруг у тебя есть какая-то идея, мега крутая идея, которую ты хочешь привести в реальность, ты чувствуешь, внутри ты горишь этим, да, у тебя внутри огонь для этого, какая-то реально крутая идея, и все вокруг говорят, что за ерунда, что за бред, но они смотрят со своей колокольни, они смотрят со своих мозгов, которые, может быть, не такие большие, такие, так сказать, не так широко смотрят, как ты, поэтому, когда приходит какая-то идея внутрь, то знай главное, что господь, господь в тебя верит, господь в тебя верит, а что еще тебе надо, когда, когда господь в тебя верит, все остальные, это, как их, как это, майор шатравки, они как бы, не особо канат, когда наверху там все связано, вот, да, погнали, полетели, влетели. Хорошо, мы говорили в прошлой программе по поводу того, что как важно окружение, как окружение все влияет, что окружение, это огромный, огромный, либо лифт, либо он тебя пустит, либо поднимет, вот, скажи мне кто твой друзья, я скажу кто ты, да, и так далее, вот, много после этого, когда мы об этом разговаривали, спрашивали мне, говорили, что вот, а если не могу поменять свое окружение, ну нету там возможности, не знаю, или я вот там живу, у меня нет там того, что я хочу, здесь же вопрос так стоит, как найти свое правильное окружение и быть в нем основным игроком, а не гостем. То есть как войти, когда ты, получается, мы говорим, что если мы хотим, допустим, стать, ну, если вот этот неверующий парень, да, допустим, он хочет быть более, общаться с успешными людьми, какой интерес успешным людям брать какого-то пацана, который, может быть, там, не на их уровне пока что, вот, и поэтому он говорит, как быть основным игроком, который хочет быть в их клике, в их группе, а не просто привет, привет, привет. Ну, опять же, если он хочет попасть на уровень крутым ребятам и быть там основным игроком, сначала пусть он помолит им ноги, пусть вытирает им ботиночки. А поподробнее можно, немножко непонятно, так это чуть-чуть... Ну, слушай, он молодой парень, и не хочет там быть гостем, хочет там быть сразу основным игроком. Ну, чтобы быть среди тех крутых ребят основным игроком, ты сначала должен им стать. Так. То есть как дедовщина, типа, как в армии, что пройти к ним надо сначала, чтобы тебя побили? Нет, надо завивать уважение, зачем, чтобы тебя били? Чтобы тебя зауважали. А если ты еще не сделал того, не положил цену, какую они положили, не прошел этого пути, который они... Тебя в этом смысле пока по достижениям еще не за что уважать. И ты не можешь стать там среди них основным игроком. Если находишься среди своих одноклассников, среди своей там какой-то гопоты на улице, каких-то вот своих там дворовых ребят, и ты можешь там быть основным игроком, то не-не-не, лучше не будь среди них основным игроком, а стань лучше гостем среди тех ребят. Я именно подчеркиваю. Стань гостем среди тех крутых ребят. постучись к ним, попросись на аудиенцию на пять минут с уважением. Начни уважать то, что они сделали. Прояви себя, да, как-то? И прояви себя сначала в том, что прояви уважение к тому, что они сделали. Слушайте, парни, я буду с вами одинаковым крутым игроком, ладно? Слушай, ну ты сначала сделай то, что мы сделали. Поэтому, чтобы тебе начать путь восхождения, нужно сначала научиться уважать то, что люди сделали перед тобой. Родители или то, какие-то крутые бизнесмены. Начни уважать то, что они сделали, какую они положили цену, чего они добились. В каком плане начни уважать? Ой, я уважаю, ты такой молодец, я очень уважаю то, что ты сделал. Это достаточно? Для себя. Внутри себя. Внутри себя. Да что он там подумает, что там этот Стив Джобс? Да кто? Да что? Я круче. Нет. Ты подумай, что он сделал, через что он прошел. Почитай, возможно, парочку автобиографий великих людей и пойми, что, чтобы прийти к тому, к чему они пришли, нужно было положить цену. Опа. А готов ли я полагать цену? А готов ли я принести определенную жертву вставать пораньше, ложиться попозже, не идти в кино, сидеть попкорн кидать, а может быть нужно пойти и поработать над собой, встать в 6 утра, встать в 6 утра и пойти в какую-то, вписаться в дисциплину. Не, парни, я вас гостям быть не хочу, я хочу быть там среди вас остальным игроком тоже. Стоп, 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 стоп. Ты знаешь, что они положили? Какая цена этого, быть игроком на их уровне. Конечно. Ты сначала попробуй, узнай об этом, подумай, готов ли ты пойти этим путем. А то легко говорить, я ненавижу Билл Гейтса. Я помню, там в России, в Петербурге было написано на стене большими буквами «Ненавижу Гейтса». Почему? Потому что у него денег много. Стоп, это просто твоя зависть, это просто твоя гордость. А ты сначала готов был бы положить такую цену, которую он положил. Поэтому тебе сначала нужно начать уважать этих людей, уважать их успех, потом постучаться «Слушайте, а можно к вам в гости?» «А можно к вам в гости?» И вот придя к ним в гости, немножечко потереться об их пиджачки, так просто, так ручкой рядышком, чтобы бактерия такая, бактерия успеха на тебя. Просто у меня такой вот вопрос тоже. Ты говоришь, сначала надо помыть ботиночки, надо просто послужить им, принести что-то им. Как вот в этом плане, чтобы они начали просто как шестерка, ты начинаешь становиться для них. Они как бы «О, сделай туда, сгоняй туда, принеси мне то». Они могут начать, как бы ты можешь, пытаясь так, как бы стать к ним ближе, наоборот, они тебя просто ближе не признают. «О, шестерочка наша, давай бегай». Когда ты начнешь чистить, им же понравилось, что ты им чистил ботиночки. Вот и чисти, продолжай, что ты к нам хочешь. Чисти дальше ботиночки. Люди, которые достигли успеха, которые по-настоящему достигли успеха, они тоже чистили ботиночки. Сто процентов. Не тот, кто подключился к какой-то там газовой нефтяной трубе, накачал там себе, наворовал чего-то и стал богатым. Я не про это. Кто реально прошел путь, чтобы стать кем-то, то никогда есть такой случай, как где-то в одном фильме видел, как один солдат прямо на передовой стал очень сильно спорить с одним тоже военным человеком и буквально наорал на него, приказал ему что-то там делать, то, что тот не должен был делать. И когда закончился бой, ему говорят, ты знаешь, на кого ты орал? Это был генерал. А генерал говорит, ему повезло, что я генерал, а не сержант. Если бы этот солдат орал на сержанта, сержант бы его после боя замочил бы. А так, это был генерал, то генерал просто знает, через что он, как он прошел к этому определенному пути, вернее, к этому определенному положению, каким путем, понимаешь? то люди, которые по-настоящему достигли успеха, они не будут там, эй, принеси то, принеси это. Но, опять же, читая Библию, я вижу, и Писание говорит, что Христос стал царем царей, пройдя путь унижения. Я не говорю, что надо себя пойти унижаться, но быть готовым и смиряться. Люди, там, например, Елисей 13 лет, будучи бизнесменом, продал свое имущество, вернее, раздал свое имущество, пошел и служил, просто служил Илье, помогая там ему носить чемоданчик. Таких примеров в Библии много, когда люди сначала были готовы в смирении помогать кому-то, но в этом пути служения, помощи, они получали основу, чтобы завтра стать великими. Поним. То есть, смотри, как я подытожу твою мысль. Когда ты хочешь подняться, стать игроком на их уровне, правильно, ты должен сначала послужить им, ну, как бы людям, да, быть. Даже, может, именно им, вообще просто. Просто сердце, да, сердце слуги, так сказать, да. Но если ты чувствуешь, что эти ребята начинают тебя пускать как бы в оборот, типа как шестерочку, значит, это не тот круг, которым ты хочешь. Абсолютно, молодец, хороший. Правильно, да, получается, но те люди, которым ты, допустим, вот ты реально хочешь прийти и служа, именно имея не увидев это, возьмут тебя как к себе и, думаю, помогут, да, как-то раскрутиться, приняться и влиять. Конечно. Допустим, мне не нужно, чтобы мне кто-то там мыл ноги, чтобы кто-то меня ботиночки протирал. Мне этого не нужно. Но когда я вижу, человек, приходя, не уважает, я понимаю, что у него нету той почвы, на которую мог прийти успех. Которая у тебя когда-то была, правильно, наверное? Да. Что у него нету той почвы, на которую может прийти успех. Поэтому я даже не буду тратить время, чтобы его... Я буду стараться ему объяснить что-то, но я понимаю, что без определенных истин основных этот человек успеха не достигнет. И одна из основных истин это уважение к предыдущему поколению, к предыдущему успеху. Ну как это? Никому не секрет, я твой сын. И я знаю, что достаточно, ты общаешься с серьезными людьми, которые намного выше, может, у тебя по рангу идти в какие-то в государственной какой-то сфере или же какие-то политики и так далее. Вот как заинтересовать с собой, почему, что у тебя такое было, что вот реально высокопоставленные люди и в бизнесе, и в политике, и в религиозных сферах, они, ну вот им было с тобой интересно. Здесь такой вопрос, как заинтересовать собой и как начать общаться. Ты, у тебя это некое искусство, я вижу, как ты общаешься, я вижу, как ты берешь переговоры и так далее. Сейчас про кого говоришь? Про тебя. Про себя? Про себя. Ну я это, может, от тебя как-то беру, но в плане, что вот как, расскажи, как начать общаться и как заинтересовать собой. Как у тебя это выходило, как у тебя это получалось? Ну, сказать честно, что, ребят, вот поймите, вот вам интересно искусственная еда. Искусственная еда, интересно? Нет. Абсолютно нет. Но вот настоящее, то, что без примесей, настоящее, оно интересно. Вот Бог создал каждого из нас в настоящем. Когда мы начинаем одевать какие-то маски, что понравится тому, что понравится этому, мы теряем свою настоящуюсть, и мы, по сути, теряем свою привлекательность. Мы хотим понравиться, и поэтому одеваем маски. И буквально теряем самих себя. Тех, которые-то по-настоящему и нравятся. Вот это надо не упустить. будь собой. И ты понравишься тому, может быть, ты не понравишься тому, кому бы ты хотел понравиться, но, значит, это не тот, кто тебе нужен. Но когда ты будешь собой, просто будь собой. Это крутая еда. Ты понравишься тому, кто тебе реально в жизни нужен. Повторюсь, может, ты не понравишься тому, кому бы ты хотел понравиться. Да. Иди, вот это бывает часто среди молодежи, мальчишки, девчонки, Хочет понравиться девчонке. И он начинает, парень начинает играть кого-то. Ну, а она хотела понравиться ему. И она начинает играть кого-то. И две маски играют. Потом они вступают в брак. И она говорит, а я не думала, что ты такой. А он говорит, а я не думал, что ты такая. Потому что начинает появляться настоящая. То есть притянул каждый не то, что нужно было притянуть. Не свое притянул, потому что играл маской. Поэтому очень важно на любом уровне. Хочешь выйти замуж или жениться? Будь собой. Хочешь, чтобы тебе понравился какой-то начальник на работе или какой-то политик? Будь собой. И ты привлечешь тех, кто должен быть к тебе привлечен. Да, можно от себя добавлю то, что на самом деле, когда ты одеваешь маску, ты думаешь, какой я Джим Керри и так далее. На самом деле, ты очень ерундово играешь. Особо, когда это смотрит какой-то человек высокопоставленный, у которого уже очень опыт наметный. Когда мой папа смотрит на человека, он может про него уже сказать. Он видит, что у него внутри. И когда ты одеваешь эту масочку, это сразу видно особенно людям, которым ты, скорее всего, пытаешься понравиться. Высокопоставленные люди это читают на раз, два, три. Если они увидят, что это маска, все, мне интересно, они будут просто весь оставшийся раздвор. Даже не высокопоставленные, а просто люди немножечко имеющие определенный жизненный опыт. И если люди тем более какие-то духовные, то видно человека, так скажем, да, насквозь. Поэтому, на самом деле, даже когда вы как-то облажатся, какой-то человек может, все равно это настоящее, с которой... А, это он облажался. Да. Это он. Он настоящий. Это зато это настоящее, с которой все равно привлекает. Даже это лучше, чем быть классным парнем, но зато это не ты, а маска твоя. Вот. Да, круто. За что, самый интересный вопрос, за что ты злился на папу? Ты или я? Я, давай я. Я, за что я злился на папу и за что ты злился на меня? С кого начнем? Давай с тебя рассказывай, на что злился на меня. Или злился злость, злоба. Ну, прежде всего я скажу так, что я очень сильно любил всех своих детей и люблю. И поэтому, можно ли назвать злостью то, что у меня было, но то, что вообще сильно меня расстраивало, то это было. Но любовь все равно всегда больше. То есть, если я расстраивался на 9 баллов, то любовь была все равно на 10. То есть, всегда любовь должна быть больше. На что именно? Например, ну, я знаю, что является ценным в жизни. Integrity, определенная честность. Я говорил, Зак, очень легко потерять доверие. Оно созидается годами, но потерять доверие легко. Ты лучше облажайся, но я тебя хочу, чтобы ты мне сказал правду. Когда я поймал Зака пару раз на обмане, это было для меня, наверное, самое большое расстройство. Потому что я знаю, к чему приводит ложь. Дьявол, отец лжи. И когда люди начинают себя вести под его воздействием, то есть, под влиянием лжи, и они принимают в себя ложь, и начинают ложью изнутри мотивироваться на определенные поступки, и это, получается, соответственно, ведет к непослушанию. Сказал, вот этого не делать. Он говорит, да, хорошо, этого делать не буду. Я говорю, что это он сделал. Потому что он попался на ложь, на обман, и стал, как следствие, меня в чем-то обманывать. Для меня это была самая, наверное, тяжелая большая рана. Когда я узнал, что ты меня обманул. Я тебя никогда не обманул. Ладно. Для меня, я злился вообще постоянно на моего папу, когда какие-то запреты, хотя их было, в принципе, немного, но если какой-то запрет или не было так, как я хотел, а так будет, как ты хочешь. Конечно, у меня конфликт, мне не нравится, я злой, я обижен, я не разговариваю, мне не хочу, ничего, все, злой. Но на самом деле я понимал, что потом, через какое-то время, я понимаю, что бог благ, спасибо, что я не поступил, как я хотел поступить в тот момент, а сделал, как папа сделал. И поэтому не было никакого момента, который все-таки, где я на тебя злился, но потом не каялся за то, ну, как сказать, внутри себя даже, может, я тебе этого не говорил, но внутри себя, что я понимал, как сказать, у меня всегда в конце приходило понимание, что все-таки ты прав. Поэтому даже когда ты меня наказывал ремнем, ты никогда это не делал от злости, что у тебя переполняют эмоции, и ты иди сюда. Ты всегда со мной садился, ты мне всегда рассказывал, ты мне всегда объяснял, почему, приводил пример из Библии и после этого, допустим, наказывал меня ремнем. И я понимаю, что я хочу вроде разозлиться, чтобы меня ремнем наказывали, да, но я понимаю, что все правильно. Поэтому, поэтому, и по Библии сказано вот так, вот так. И это все в любви было, поэтому никогда не было такого, чтобы мне какая-то... Это было на территории Российской Федерации, потому что в Америке наказывать ремнем нельзя. Да. Так, вот, поэтому. Окей. Такой вопрос. Это, на самом деле, мой самый-самый-самый-самый любимый вопрос, который я... Сам придумывал или так? Это, на самом деле, мне напомнили его. Я всегда задаю, если я встречаюсь с каким-то человеком, которому мне было бы интересно или... Сколько я зарабатываю? Да. Вопрос, который я спрашиваю у всех самых там высокопоставленных людей, если у меня получается с кем-то встретиться того, кем я восхищаюсь или с тем, кто мне очень нравится или его успехи, чего он достиг, я всегда спрашиваю, что бы ты сказал самому себе, если бы увидел себя в 17 лет? Ну, если ты тут идешь... О, Димка! Димка 17 лет идет. Что бы ты ему сказал? Покупай биткоин, допустим. Например, да, или покупай доллар, так далее. Или, ну, я не знаю, что бы ты... Вот что бы лично ты, как успешный человек, сказал бы нам, нашему поколению, на что надо обратить внимание, что нам надо сделать сейчас? На курс доллара, на курс евро. На трипл, на эфириум, да? Все эти вещи, как ты сейчас сказал, там, покупайте биткоин, это... Все проходит и уходит, приходит и уходит. Все меняется. Но принципы, они остаются. Принципы. Поэтому я бы обратил внимание свое, как и сказал Соломон, научи юношу, наставь юношу в начале пути. Он не уклонится и до старости. Как скажу, да, что вот миллиардеры, да, они зарабатывают большие деньги, они у них, не знаю, банкротство падают, все, они на ноль. Он снова поднимается. Просто поднимаются заново. То есть, можешь сказать, вкладывая в доллар в 2008, допустим, да, там, или так далее, то он это делает, потом так же может потерять. Но если это миллиардер, который со своими деньгами получал навык, какой-то, какой-то experience, да, он все это вернет обратно. Поэтому ты, ну, к тому, что ты говоришь. Я говорю, к тому, что важно ими усвоить принципы, принять в себя некоторые ценнейшие принципы. То для меня принципы, которые на самом деле являются ключевыми, определяющими и ведущими к успеху, ну, как для человека верующего, первое для меня, это уверенность в Божьей любви. Если человек абсолютно убежден в том, что Бог, который всемогущий, его любит, он дал ему жизнь, и дал ему уже не просто как в полу гнева и ненависти, а дал жизнь как плод любви. И Бог, который обладает абсолютной властью, он мой творец, он мой небесный отец, и он меня любит. Вот это номер один принцип. Второе бы я себе тогда уже сказал, насколько важно быть благодарным. стремиться к лучшему надо. Лучшую машину, лучшую квартиру, лучшую одежду, это нормально. Но быть довольным тем, что у тебя есть сейчас. Быть довольным и за это благодарить. Тебе никто ничего не должен. Никто ничего не должен. Даже если ты заплатил деньги за еду в ресторане, чтобы у тебя в сердце была благодарность. Как? Зачем? Я же ему денег дал. Надо, чтобы у тебя в сердце была благодарностью. Потому что благодарность привлекает благодать. Благодать — это сверхъестественное участие Бога в нашей жизни. Сверхъестественное участие и незаслуженное прощение, милость. То есть, когда Бог к нам относится не исходя из наших грехов, а исходя из своей благости, из своей любви к нам. То есть, когда человеку что-то, человек считает, что ему должны, вы мне должны. Ты пришел к кассе за деньгами, я заработал за месяц такую-то сумму, вы мне должны ее дать. Да, мы тебе должны дать, пожалуйста. Там, где тебе должны, там нет места благодати. Но там, где тебе не должны, и ты понимаешь, что тебе не должны, там есть место Божьей благодати. Итак, первое — это уверенность Божьей любви. Второе, что я бы советовал самому себе, это воспитывай в себе навыки благодарности. За все найди возможность поблагодарить. Третье, это то, чтобы если я знаю, что Бог меня любит, доверяй Божьей любви. Доверяй. Вот слово вера в Библии, в Евангелии, это не просто вера в то, что существует Бог. Вера означает доверять. Можете представить себе, я вчера видел, как Зак ловил детей. Стояли дети спиной к нему на стуле и падали. Падали назад. И он стоял сзади и их ловил. И каждый раз они спохватывались, потому что, а вдруг не поймает. И он их ловил, говорит, что ты боишься, ну я же тебя поймаю. И маленькие дети падали и боялись, а вдруг не поймает. И спохватывались снова, чтобы успеть встать на ноги и не упасть. Вот так вот мы можем абсолютно уверенно падать на руки любящего отца. То есть, когда мы что-то делаем, доверие Богу это один из самых ключевых моментов. Ну и последнее, и тоже также очень-очень-очень важное, как, знаете, вот четыре угла в доме. Вот когда дом строится, вот четыре угла самые вот основополагающие фундаментальные вещи. Ну четвертый такой угол, это почтительное отношение. Видите, говорят, что некоторые люди живут без царя в голове. Вот очень важно иметь царя в голове. Первым целем является сам царь, царей Бог. То есть, понимать, что есть Бог, есть высшая власть. И Бог спустил за своей высшей власти еще четыре власти в нашу жизнь. Например, власть в стране, политическая власть, ее не нужно хаять. Это люди, они ошибаются, они могут поступать неправильно. Ты поступил бы еще более неправильно на их месте. Но иметь почтительное отношение мы к ним обязаны. Там, где ты учишься в школе или работаешь на предприятии, на работе, это светская власть, там, где ты живешь, ее нужно уважать. Власть в семье по отношению к родителям, по отношению к мужу, эту власть дал Бог, ее нужно уважать. Власть в церкви, власть священника, пастора, твоего духовного лидера. Вот эти пять вещей в послании апостола Петра Господь дал Петру все это написать. Про уважение к царям, про уважение к работодателю, про уважение к пастору, про уважение в семье, про уважение к начальнику, там, где ты работаешь. Это Богом установленные покровы в твою жизнь. Итак, я бы сам себе сказал, слышь, Димка, я тебе рекомендую поверить в Божью любовь. Я тебе рекомендую быть благодарным всегда, находить за что, где можно быть благодарным. Быть доверчивым Богу, то есть доверять Ему, что у Него все круто, и Он тебя выведет, он тебя, то есть не бояться, доверять Богу. И уважение, уважение к старшему. К слову, к уважению. Твоя фраза очень классная, которую ты сказал. Их поступки показывают, кто они, ваша реакция на них показывает, кто вы. Поэтому даже если политики, президент или какие-то депутаты поступают неправильно, это их дело, это их поступки. Это показывает, кто они. Но ваша реакция на то, хаете ли вы их, ругаетесь ли вы на них, или все что угодно, либо наоборот благословляете их, это показывает, кто вы. Поэтому думайте о себе из-за себя. И к слову, по поводу того, что благодарное сердце. Самое интересное, что я читаю какие-то книги, просто мотивационные, какие-то успешных людей, биографии. И они пишут это, как важно даже там про утро, как утром важно, как они встают. Какие-то миллиардеры, у которых там жизнь, но они не верующие, они пишут, как они берут. И садятся из-за тетрадки и начинают просто выписывать, за что они благодарны. И интересно, что как бы они не зная, не зная, что они используют библейский принцип, но прям конкретное количество людей, успешных миллиардеров, они рассказывают о благодарном сердце, что они выписывают, прям за что они благодарны. Поэтому это очень интересно. Они как бы используют христианские принципы, не зная сами этого. поэтому классно. Окей. Вопрос. В студию. Что делать, когда родители не поддерживают мое служение, но я знаю, что я в правильном месте? Что же вы, что же вы не поддерживаете, я же в правильном месте? Родители, что же вы не поддерживаете детей, когда они в правильном месте? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, все, мне кажется, ответили, да, все, в принципе, здесь, чего вы не поддерживаете. Ну, я думаю, что все знают такую личность, как мать Тереза. Потрясающий человек, который известен во всем мире. Когда она была еще жива, то цари, президенты, короли, премьер-министры считали для себя великой привилегией, если они могут попасть к ней на прием. Она проводила время с прокаженными, с больными, хромыми, косыми, ей было не до президентов. Она имела влияние больше, чем, наверное, любой другой президент, который тогда имели вообще какое-то влияние. Это была мега-личность, мега-личность. И, конечно, вы скажете, естественно, она находилась в своем призвании. То есть, Бог ее призвал, и она была в своем призвании. В этом нет никаких сомнений. Но вот вы знаете, что мать Тереза, она, зная свое призвание от юности, находясь в одном из монастырей, писала письмо своему руководителю, чтобы тот ее отпустил на миссию, куда она знала, Бог его призывает поехать в Индию. И этот начальник говорил ей, нет, не пущу. И было определенное по их католическим правилам, по их канонам какое-то время, когда она могла снова через полгода, не помнили, через год, снова подать прошение, чтобы ее отпустили на миссию. Но она так качественно несла служение в монастыре, на нее можно было столько полагаться, положиться на нее ответственности и всего-всего, что люди не хотели ее отпускать из своего монастыря. Она была такая классная и крутая. Им казалось, что она здесь принесет максимальное количество результатов и плодов. И ее не отпускали. Она писала снова письмо, она писала снова письмо, она писала снова письмо. И только когда Господь увидел, Господь увидел, что мать Тереза готова к тому, к чему он ее призывает, он убрал этого руководителя, и письмо ее дошло до римского папы, и ее отпустили. Если бы она после первого письма, зная, что это ее призвание, когда ее начальник не отпустил, сказал, да кто ты такой? Меня Бог призывает, это же сам Бог меня призывает. Кто ты такой, начальник? Начальник? Вася. Начальник, а кто ты такой? И поехала бы. Имела бы она такой успех? Нет. Но это было ее призвание? Да. Имела бы она такой успех? Нет. Потому что Господь через даже неправильное отношение начальника воспитывал что-то в ней самой, что завтра выстрелит. Поэтому, возможно, ваши родители не понимают вашего призвания. Возможно, ваш молодежный пастор не понимает до конца того, к чему вы призваны. И наглавляет на вас обременение. Но, как же было то, что сказано. Конечно, то, что люди по отношению вас поступают, показывает, какие они. То, как вы реагируете, показывает, кто вы. Поэтому сейчас Господь воспитывает в вас определенное послушание. И Он в нужный момент даст этому состояться. Тем не менее, мое обращение к родителям. Помните, как вас не понимали. Помните, как ваши начальники не пускали и не выпускали куда-то. Вы хотели пойти в служение, вы хотели делать что-то. А ваши даже духовные руководители в церкви вас прессовали. Вы же помните это. Поэтому будьте внимательны. Мы очень часто обижаемся, кто нас не понимал. Но не понимаем тех, кто находится под нашим руководством. Будьте аккуратны, родители. Да, и также эти все вопросы написали в Инстаграм. И даже после этого эфира вы сможете все равно написать ко мне в Инстаграм вопрос. В личное сообщение. И я его задам папе. Или сам, если это будет лично адресовано мне, отвечу с удовольствием. Поэтому пишите, спрашивайте. Нам очень важно услышать ваши вопросы. Да? Да. Следующий вопрос. Спроси у папы. Спрашиваю. Если бы он мог посоветовать мне одну книгу к прочтению, что бы это была за книга и почему? Ну, для меня книга «Настольная номер один» — это, понятно, священное описание. Вот. Ну, это очень банально немножко. Может, что-то поинтереснее. Буратино. Буратино. Вот книга «Буратино». Буратино классная. Классная. И еще словарь русского языка. Это моя любимая. Не начинай, не начинай. Не говори об этом. Как люблю ее. Да. Семье собираемся иногда. Садитесь себе. Говорят, звоним бабушке, маме. Говорят, приезжай. У нас сегодня что? Словарь. Словарь дали. Да, открываем его и давай всю ночь хоть сидим. Классная тема. Ну, и уже после всех этих, то, что я назвал, я бы предложил книжку «Кто за ним стоит». Скажу, почему. Ну, первое, что написал ее Дмитрий Дмитриевич Шатров. На самом деле, книга не про меня. Кстати, спасибо за вопрос. Вот это из всех, которые были заданы, мне это нравится больше всего. Это не ты написал, нет? Случайно. Ну, чш, ну тебя простите. Ну, мы же в эфире. Зачем ты такие вещи говоришь, что-то к Яну и Яну… Шутка. Кстати, значит, в моей жизни с детских лет было масса чудес. Я, например, летел с пятого этажа, но меня поймали за пятку и вернули обратно. Так получилось, что я мог бы просто разбиться и не жить. В общем, кто-то прервал мой полет. Одна тетенька, звали Нина Николаевна, прервала мой полет. У меня с детских лет были интересные истории, когда я видел, как Бог вмешивается в мою жизнь. Это было круто. Господь вмешивался в мою жизнь чудесным образом. Потом я стал уже взрослеть, и когда уже сознательно свою жизнь посвятил Господу, у меня было много историй, когда Бог являл свои чудеса. То есть, есть в Библии чудеса Божии, которые были там давно с Моисеем, с апостолом Павлом, но в моей жизни были чудеса, которые реально мою жизнь наполнили смыслом и украсили ее. Поэтому в этой книжке есть интересные истории, которые вам, одному, они понравятся. «Кто за ним стоит» называется книга. Дмитрий Шатров. «Простые истории, где явны чудеса Божии». Классно, классно, круто. Окей, такое еще. Все знают, что семья Шатровых — это Россия, 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 священная наша, держава и так далее. Мы так ее любим. И вопрос, наверное, ко мне. Почему вы меня отправили учиться в Америку? Почему не в Россию? Ведь мы прямо у нас чуть ли не татуировки бьем, потому что мы… Я на самом деле люблю свою страну. Я патриот своей страны. Люблю Россию. Хочу жить в России, служить России. Очень люблю свой город Петербург. Но, знаете, надо быть там, где тебе Господь сказал. Сегодня я просто получил от Господа слово, что Заку нужно учиться в данный момент в библейской школе, этот год в Америке. Важно быть… Мы вообще люди Царства Божьего. Мы не люди России, Америки, Израиля. Да, я произраильский россиянин. Я люблю Израиль. Я люблю Америку. Мне нравится этот образ жизни в Америке. Мне нравится Финляндия. Мне нравится Россия. Но я призван служить в России. Бог даст Заку знать, где он призван служить и жить. Сейчас я получил от Господа слово, что и он с ним согласился. Ему нужно в данный момент находиться в школе, в библейской школе в Америке. Этот год, ничего в этом удовлетворительного нет. У нас осталось две минуты времени. А, все. На самом деле вопросов еще много, но… Что бы сказать такое, задать… Ну давай, что, у тебя какие-то вопросы ко мне есть от старшего поколения к молодежи? Ну, что ты успеешь ответить за две минуты? Скажи, пожалуйста… Много, много, много. Я быстрый, я короткий. В чем главный конфликт ты видишь между молодежью и старшим поколением? Вам нужно быть флексибл. Вам нужно быть более… Гибкими. Гибкими, потому что вы смотрите свои колокольни, и вы не хотите войти с нашей стороны, встать на нашу сторону и посмотреть, что мы видим. Хотим. Как это сделать? Как вы хотите? Я хочу. Как это сделать? Окей. Вставай. Садись. Ну, просто возьмите и услышите нас, послушайте, возьмите и опуститесь на наш уровень. Конечно, мы вас уважаем, мы вас любим, вы наши родители, вы наша глава нашей семьи, там, ваши деньги, наши деньги, наши деньги, наши деньги, да? Но то, что возьмите и спуститесь к нам, посидите, пообщайтесь с нами, почему я хочу это, из-за чего, почему мне это интересно, услышьте и встаньте как бы на наше место просто, побудьте с нами. Мы там уже были. Мы там были. Хорошо. Да, мы там были 20 лет назад. Да, и время изменилось, поэтому сейчас 18-й год, а не 98-й, и разница есть. Хорошо, дорогие друзья, мы рады, что вы сегодня были с нами. У нас еще масса вопросов, еще масса того, о чем хотелось вам рассказать. Я думаю, это наш не последний эфир с Захарием, и мы еще сможем чем-то быть для вас благословением. И, молодежь, пишите свои вопросы, задавайте их Заку в директ, в инстаграме, и мы будем их с вами вместе обсуждать. Спасибо вам большое. На самом деле, главная наша с вами задача – быть благословением друг для друга. Я благословлен, чтобы быть благословением. Нет для меня больше радости, чтобы видеть, мои дети ходят в истине, ваши дети ходят в истине. Но как правильно с любовью донести всю эту информацию в сердца детей? Каким образом? Я знаю, что только любовь это может сделать. Я знаю, что только через любовь можно донести что-то. Поэтому давайте будем мудрыми, давайте будем искать Божьего водительства Заку. Да, да. Все? Согласен. Спасибо вам большое, что были с нами. Всего доброго, друзья. Будьте благословенны и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова